Добрый день, Владимир. Сергей Анатольевич, красивое, замечательное издание показываю сейчас нашим телезрителям. Сколько продолжалась работа над этим изданием? В течение долгого времени мы собирали информацию о Вячеславе Яковлевиче Шишкове, а, собственно, непосредственная работа над подготовкой трехтомника шла два года. Два года. Вы один, у вас был коллектив? Нет, это коллектив ученых-филологов. Я автор-составитель. Здесь целый ряд коллег помогали мне, консультировали, и вместе подбирали тексты, потому что в этом собрании есть тексты, которые были опубликованы в дореволюционных газетах. Я вот хотел спросить полгода, что вы делали, потому что я знаю, что в советский период чуть ли не каждый год там выходило собрание сочинений Вячеслава Шишкова, а здесь, получается, вы действительно проделали какую-то определенную работу? Когда мы берем собрание сочинений Шишкова, которого издавали каждых пять-шесть лет, то там две трети этого собрания составляют два его больших романа. Это незаконченный Емельян Пугачев, за которым посмертно в 1946 году Шишкову дали сталинскую премию. Это знаменитая семья «Угрюм река», благодаря экранизации эта книга стала читаемой. Сегодня, если в домашних библиотеках она есть, это вот такое томище мелким-мелким-мелким шрифтом. В этом собрании ни того, ни другого произведения нет, но была задача собрать что-то такое, что до этого либо крайне редко публиковалось, либо публиковалось с определенными цензурными изъятиями. А здесь в полной мере мы постарались с хорошими комментариями, с письмами, ну и околоакадемическое собрание, где можно узнать много нового. А вот с цензурными изъятиями вы каким-то образом сверяли тексты в архивах? Да, да. Даже так, до такого уровня? Вот, например, есть у него публицистический цикл, который публиковался в 1917 году после февральской революции «Дни восстания в Петрограде», и она публиковалась в томской газете «Сибирская жизнь». Вот мы брали восемь номеров этой газеты, целые полосы, иногда полторы полосы, убирали старую орфографию, редактировали, набирали заново, и этот текст не публиковался вообще после революции ни одного раза. Или там его очерки из цикла «Ржаная Русь» о том, как во время гражданской войны он путешествует по Средней России, передвигается в поезде, общается с людьми. Но это совершенно не по цензурным произведениям было, потому что вот самые черные страницы гражданской войны в этом тексте явлены. Конечно, они в собрание сочинений не входили. Ну и кроме того, есть тексты, которые сам Вячеслав Яковлевич не включал в свои собрания сочинений. Вот здесь мы их с удовольствием опубликовали для того, чтобы показать и творческую лабораторию. Например, он начинает с символической сказки «Кедр». Считал ее очень-очень слабой, но в ней, как капли воды, видно весь микромир будущего Шишкова, и можно посмотреть основные мотивы. Практически это неизвестный Шишков, да, получается? Частично, да. Частично, да. То есть произведения впервые, либо не издавались, не переиздавались, либо с цензурными искажениями. Ну, здесь еще нужно об одном сказать, потому что Вячеслав Яковлевич Шишков, по мнению современных исследователей, они появились в 21 веке, был человеком весьма-весьма религиозным. Он изначально себя готовил к религиозной карьере, он хотел быть священником, и более того, уже обучаясь на инженера путей сообщения, проповедовал по деревням до того момента, пока не влюбился в одну молодую барышню, которая была замужем. И вот с этого момента он понял, что плоть это все-таки немаловажно, и от карьеры священнослужителя отошел. И был у него один опыт, когда на одном корабле, в одной кают-компании, он передвигался, ну, пожалуй, после Льва Николаевича Толстого, вторым самым авторитетным духовным лидером России, это отцом Иоанном Кронштадтским. И вот две недели они в одной кают-компании передвигались, и Иоанн Кронштадтский был провидцем, был чудотворцем, и после этого он сказал, нет, вот теперь я точно буду священником. Но и здесь не сложилось. Поэтому практически в каждом его тексте есть или диалог с религиозной традицией, или некоторое смеяние, потому что целый ряд рассказов дает картины батюшек-священнослужителей в негативном плане. Там какой-нибудь отец Макарий, который появляется в Таежном селе, и все ему кланяются в ноги, потому что служителя церкви нет, а церковь есть, и он окормляет всех жителей, творит разного рода службы, производит вместе, строится и разного рода таинства. А после этого это оказывается беглый каторжник, который просто ищет пристанище. И вот здесь много разных вариантов. И вот здесь вот эту часть, как правило, вымарывали из текстов. Если мы возьмем знаменитые рассказы, там Ванька Каин, например, там все то, что касалось религиозной составляющей, просто этот абзац убирали или заменяли слова, и мы старались вернуть к тому первоисточнику, как это было изначально. То есть здесь больше его публицистики, журналистки каких-то, может быть, работ, либо все-таки прозы? Вообще вот в этих трех томах, что там, рассказы, повести? Каждый том построен одинаково, но есть определенная логика. Первый том – это «Скитание». Это о путешествиях по Тунгусске, по Якутии, по Алтаю. И вот этот том «Скитание» объединяет художные тексты, объединяет публицистику, знаменитые очерки, «Чуйские были» по Чуйскому тракту. Тут то место, где Шишков очень близок, Гребенщиков Георгий Дмитриевич, который тоже начинает с жителей река Уба и Убинские жители. Вот они очень-очень похожи в этом плане. Более того, эти люди приятельствовали. И вот весь том – это письма, как я исследую Чуйский тракт. Это публицистика и это художные тексты. Второй том – это «Смутное время», «Революция», «Гражданская война» и все, что за этим последовало. Знаменитый его роман «Ватага». Тоже редко, по-моему, издавался. А его не издавали, потому что в момент его выхода основная критика пролеткультовская и коммунистическая критика говорила, не могло быть такой гражданской войны, потому что здесь прототипом главного героя является наш партизан Рогов, который был после Мамонтова вторым партизаном. А если говорить о России, это был российский батька Махно, анархист такой, из старообрядцев. Соединение странное. Гремучая смесь, на самом деле, да. Старообрядец и анархист. И о том, что он творил, основная сюжетная канва, захватив город Кузнецк, нынешний Новокузнецк. И вот эти все кровавые расправы, они, конечно, отталкивали очень многих. Очень многих в советские времена крайне редко или практически не опубликовали этот текст. Ну и третий том – это уже советский Вячеслав Яковлевич Шишков, который находил какое-то золотое сечение. Вроде он и в составе делегации, которая восхваляла Беломоро-Балтийский канал, оказался. Но при этом он не пишет о том, как блестяще перековывают заключенных, строителей социалистического пошиба и чего-то еще. А он пишет совершенно о другом. Ну и главное, вот его роман «Странники», который, по мне, не хуже педагогической поэмы «Республики Шкит» о беспризорниках, о детях начала 20-х годов, он где-то находится на периферии творчества, потому что, когда говоришь, «Шишков – странники», у большинства возникает вопрос, что это такое. А это 350 страниц романа с хорошим сюжетом, опять же с религиозной подосновой, странничество корабля, как большого мифологического символа. Вот здесь это работает, и мы с удовольствием опубликовали и дали очень достойный комментарий. А как ты считаешь, для Алтая значение Шишкова? Он же у нас здесь не родился, он не земляк нас, он какое-то время просто работал. Почему вышли, в принципе, эти три тома? Мне кажется, что Шишков – это такой же наш писатель по одной единственной причине, что есть целый ряд паранаучных или псевдонаучных концепций, что у нас здесь какая-то открытая форма энергетики, и кто наступит на алтайскую землю, особенно в предгорной части, в горной части Алтая, то он получит некое божественное откровение. Вот Шишковым было именно так, и он в письмах, и в переписке, и в публицистике отмечал, что Алтай я люблю крепко, и множество самых лесных эпитетов давал. Он здесь начал писать, по большому счету. Но и добрая треть его текстов – это тексты, которые либо происходят в пространстве Алтая, либо связаны. Даже вот когда во время Великой Отечественной войны самую сложную зиму 1941-1942 года Шишков находился в блокадном Ленинграде и потерял, боюсь ошибиться, то ли 16, то ли 18 килограммов. Потому что голодал, не как какие-нибудь партийные функционеры, вкушал там абрикосы, а действительно голодал и делил свой паек вместе с семьей. Вот он и тогда писал для «Красной звезды», для фронтовой прессы очерки о том, как происходит привоз подарков от сибирских жителей на фронт. И там такой алтайский старик, приезжающий, которого наши, говорит он, ветриша налетат, пойдем мырнем, вот такими словами. Ну, наш. И вот, казалось бы, уже исход жизни, остается жить очень немного, и все равно Алтай у него, как некий камертон, звучит как то, почему настраиваешь себя и свое творчество. Удачи, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был редактор-составитель трехтомного собрания сочинений Вячеслава Шишкова, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Анатольевич Монсков. Спасибо за внимание, до встречи.